Приветствую вас, мои любимые, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами посмотрим тему «Кто хочет тебе признаться?» Будет три позиции. Во-первых, узнаем, кто это, а потом посмотрим, в чем именно признаться, что за ситуация, что за недосказанность между вами существует. Друзья, огромное спасибо вам за донаты, за поддержку моего канала. Это очень важно и ценно для меня. И еще спасибо вам за адекватное восприятие самого метода «Нарративный расклад». Ну, потому что вы понимаете, что даже если одну и ту же картину показать разным людям, отклик эмоциональный, реакция, принятие и непринятие, в общем, отношения, эмоции, настроения будут у всех совершенно разные. Ну, собственно, в этом и заключается суть метода. Я как проводник подношу зеркало, а вы в этом зеркале видите то, что для нас актуально. Итак, кто тебе хочет признаться? Кто и в чем? Если вы чувствуете, что вам не откликается, конечно, искусственно натягивать эту ситуацию на свою реальность не стоит. Итак, первый человек, который хочет с вами выяснить отношения, в чем-то признаться. Второй. И третий. Ну, наверное, имеет смысл посмотреть все три варианта, да, потому что это даст вам возможность как-то это сопоставить с действительностью вашей жизни. Итак, первый человек, который хочет вам в чем-то признаться. Рыцарь жезлов. Человек, который к вам испытывает пылкие чувства. Чувства иногда смешанные. То есть, с одной стороны, у этого человека есть большое желание произвести на вас впечатление. С другой стороны, это человек, который хотел бы вами в какой-то степени управлять, да, иметь над вами власть. Он перед вами очень часто красуется, выкаблучивается, так прям скажем. Это человек, который, возможно, вас пытается, ну, на что-то соблазнить, спровоцировать, может быть, зовет вас в какие-то приключения. Ну, вот посмотрим, до какой степени это связано с темой личной жизни или это что-то еще. Итак, что это за рыцарь жезлов? Давайте немножко про него поподробнее опишем, а потом уже спросим, в чем он хочет признаться. Итак, что-то про рыцарь жезлов. Кто это такой, что вас с ним связывает? Смотрите, это человек, с которым вы пытались строить отношения когда-то, да, и между вами была влюбленность. Влюбленность, которая, скорее всего, не переросла в какое-то большее чувство, да, так и замерла, вот, застыла в этой вот инфантильной своей стадии развития. Еще посмотрите, как интересно. Этот человек еще характеризуется у нас здесь как король ума, да, ну, классический король мечей. То есть, может быть, этот человек, который, ну, будучи по своему такому природному устройству достаточно человеком сдержанным, сейчас к вам вдруг всплывал какими-то эмоциями. Ну, а по шестерке ума это человек, который в буквальном смысле думал, что вам удастся вместе с ним отправиться в какой-то путь совместный, да, что-то выстраивать. То есть, скорее всего, это история, которая касается каких-то начинающихся или когда-то начавшихся отношений, которые сейчас, ну, как будто бы еще находятся, ну, в такой не очень зрелой, что ли, стадии. Теперь давайте посмотрим, в чем он вам хочет сегодня признаться. Король мечей в настроениях рыцаря жезлов. Да, король мечей, который вдруг вспомнил про свою пылку и страсть в вашу сторону. Итак, в чем он хочет вам признаться? Здесь была история любовная, в которой были замешаны другие люди, и вообще этот человек, который к своим отношениям романтическим в своей жизни относился достаточно легкомысленно и поверхностно. В результате, скорее всего, потерпел какое-то поражение, да, вот эта вот тройка ума, тройка мечей классическая, да, разбитое сердце, чувство какой-то неудовлетворения, неудовлетворенности, страдания какие-то эмоциональные и переживания, и невероятное желание из этой всей ситуации поскорее выбраться. Вообще, конечно, он хотел бы вам признаться, что он в любом случае, как бы там между вами что ни складывалось, очень хочет за собой вот зафиксировать положение победителя. Он не хочет, чтобы вы видели его, например, в его какой-то слабости, в его страданиях. Он хочет, чтобы вы думали о нем, что он такой вот баловень судьбы, везунчик такой по жизни. Еще он очень хочет, чтобы вы думали, что он нравится многим, да, и что у него как будто бы есть постоянный выбор. Ну вот я говорю, выкаблучивается, красуется перед вами. Но в чем хочет признаться-то, да, что невыносимо ему на самом деле там, вот в этой всей праздности. Как будто бы хочется чего-то более серьезного, и он вознамерился сейчас из этого своего замкнутого круга, из этой круговерти бессмысленной сделать какой-то шаг в какую-то другую жизнь. То есть хочет вам признаться в том, что тот формат отношений, который между вами сложился, ему осточертел. Очень грубо скажу, но очень емко. Это его признание. Второй человек, который хочет вам сейчас в чем-то признаться. Кто это? Ну это человек, который пытался вами манипулировать, вас обманывать. Что-то там за вашей спиной устраивал. Какие-то подковерные игры, какую-то возню. Что-то такое не очень порядочное по отношению к вам. Ну и вот, видите, как бы держит этот нож за спиной, камень за пазухой. Давайте посмотрим, что это у нас тут за такой обманщик. Для начала уточним его портрет. Что это за человек вообще? Мужчина, женщина? Что вас связывает с этим человеком? Кто там задумал недоброе? Помните, да, о том, что расклад общий. Для кого-то вполне конкретно просили передать, что это история взаимоотношений с матерью, с мамой. Значимая женщина в вашей жизни, которая в какой-то момент либо не оказала вам поддержку, либо между вами вот какое-то принципиальное возникло разногласие. Да, здесь у нас еще подтвердается это детской картой, картой солнца. И, может быть, вы в каком-то вопросе на нее хотели полагаться, зачем-то к ней обратились и не получили поддержки. Воспринимаете это как, ну, своего рода даже предательство, обман с ее стороны. Если это не мама, да, то королева Пентакли – это женщина, которая состоит в отношениях. Это замужняя женщина. И это женщина, с которой вас, возможно, связывали какие-то долгие, тесные отношения. Может быть, это ваша ближайшая подруга, опять же, с детских лет. Может быть, вы с этой женщиной строили какие-то совместные планы. Я не знаю, планировали поехать вместе в путешествие, в круиз. Долго как бы эту всю тему обсуждали, да, а потом вдруг выяснилось, что те планы, которые вы обговаривали, ну, вот каким-то образом, либо она пересмотрела единолично, да, либо как-то так совершенно неожиданно поступило, что вас это ввергло вот в это состояние пятерки мечей, в состояние разрушенности. То есть вы не ожидали, как будто бы с ее стороны такого фарисейства, да. Вас это очень сильно ранило, очень сильно, как минимум, удивило. Ну, теперь давайте посмотрим, в чем она хочет признаться вам, да, потому что, видимо, ей тоже неспокойно, вот в этом обмане, в чем она хочет вам признаться. Это значимая королева Пентаклей в вашей жизни. Может быть, представительница земной стихии, запросто. Дева-козерог-телец, но не обязательно. Итак, в чем хочет признаться? Ну, если вы уже узнаете эту ситуацию, между вами действительно произошел явный конфликт, она хочет вам признаться в том, насколько ей невыносимо сейчас находиться в этом игнорировании, в этой отрешенности, на этой дистанции невозможности с вами общаться. Тяжело. Ну, как будто бы очень много энергии сливается туда в эти переживания. Еще очень хотелось бы вернуть легкое непринужденное общение, но как будто бы есть такое ощущение, что очень сложно будет склеить эту чашку. Хотя всегда возможны попытки, если вы видите до сих пор какой-то смысл идти на сближение, да. И то, что вы пытаетесь восстановить, оно на чашах весов перевешивает вот то недопонимание, которое между вами возникло. В общем, признание заключается в том, что как будто бы без вас краски этого мира поблекли, да, вот кусок в горло не лезет, очень тяжело. Как будто бы человек осознает то, что он поступил по отношению к вам не очень порядочно. Такое признание, да. Не могу без тебя. Давай попробуем вернуть наши отношения в прежнее положение. Пусть между нами воцарится какой-то мир. Ну и теперь третий человек. Кто это? Королева Пентаклий. Посмотрите, как будто бы сегодняшний расклад используется исключительно как рупор для того, чтобы какая-то все-таки женщина близкая вам, мама, сестра, ваша подруга ближайшая прорвалась с этим сообщением к вам. Итак, Королева Пентаклий. Да, давайте посмотрим. Может быть, это другая какая-то ситуация или та же самая. Кстати говоря, это может быть еще чья-то жена. И если вы знаете, что вы участвуете в каких-то сложно сочиненных взаимоотношениях, да, то может быть, это жена вашего друга, приятеля, партнера, любовника. Вот давайте посмотрим поподробнее, кто это, кем она может вам приходиться и что вас с ней связывает. Ну, вот так Вселенная просит вам это описать. Смотрите, это женщина, которая как-то очень в значительной степени влияет на невозможность реализации ваших планов. Ну, то есть, посмотрите, вы хотите, чтобы в вашей жизни как-то молниеносно, стремительно что-то произошло, да, для того, чтобы вы оказались в состоянии этой изобильности и наполненности. То есть, напрямую это влияет на выполнение вашего сценария, реализацию, на исполнение ваших желаний. Но эта женщина каким-то образом, да, на эту ситуацию влияет. Ну, вот я говорю, почему-то мне из потока стали подсказывать, что это, возможно, жена вашего приятеля, да, с которым у вас есть какие-то отношения. Ну, и она там своими действиями и непосредственным контактом с вашим общим знакомым, да, влияет на невозможность скорейшего исполнения ваших желаний, да, для того, чтобы вы почувствовали себя вот в этой роскоши и наполненности. В чем она хочет вам признаться? Может, она тоже уже устала от этой ситуации и хотела бы как-то по-другому. Может быть, вы не догадываетесь, что она знает о вашем существовании. Она таки знает, да, догадывается. В чем она хочет вам признаться? Это королева Пентакли и замужняя женщина. При статусе. Именно вам. Да. Вот тот из вас, кто тешил себя такой иллюзией, надеждой, что ваши тайные отношения тайные, нет. Она знает о вашем существовании. Более того, она знает, что вот этот вот приятель, который вас по треугольнику соединяет, он испытывает к вам действительно чувство любви, влюбленности. При этом, смотрите, какая история. То есть, мало того, что она это подозревает, еще она хочет вам признаться в том, что это ей приносит какое-то реальное физическое эмоциональное страдание. То есть, потому что она тоже выстраивала какие-то планы, она тоже на что-то надеялась, и теперь и теперь погрузилась в такое состояние полнейшего отчаяния и пессимизма. С одной стороны, вы мне скажете, мы все взрослые люди, я в общем-то должна ориентироваться на свои чувства и заботиться о своем комфорте и о реализации своих каких-то желаний и задумок. Довольно частая ситуация, согласитесь, когда люди ввязываются в эти отношения по треугольнику. Вообще, всегда, когда в паре появляется третий, это не история про то, что там один предатель и плохой, а второй страдалец и святой. Это означает лишь то, что пара давно без этого внешнего какого-то костыля уже не вывозила и не справлялась. Допустим, там не было достаточной откровенности между партнерами или они не могли признаться, чего они на самом деле друг от друга хотят и каждому приходилось добирать недостающие где-то на стороне. В общем, она просто хочет, чтобы вы знали, что она тоже живой человек с эмоциями и что вся эта история ей не доставляет большой какой-то радости. Причем, она застряла именно вот в этом состоянии подозрительности. Бывают женщины, которые, зная при том, что у мужчины есть любовница, получают от этого брака, от этого партнерства все, что они хотят и совершенно не страдают. Тут не тот случай. Это женщина, которая страдает от того, что вот у вас завязались отношения вот именно в такой конфигурации. Что с этим делать дальше, решать должен каждый сам для себя. Три взрослых человека участвуют в этой истории. Ну, просто вы должны понимать, что если в какой-то момент ваш этот общий приятель вам описывал ситуацию, что он живет с какой-то холодной, жестокой мегерой, на самом деле, конечно, это не так. Там тоже живой человек, который, вероятно, в какой-то момент перестал справляться с этой ситуацией. Вот что делать с этой информацией дальше, это, конечно, уже ваше решение. Давайте с вами в финале возьмем еще одну подсказочку, метафорическую карту из колоды путеводная звезда. И будет ответ на тот же вопрос, кто хочет тебе признаться. Вот некое такое послание через Вселенную, может быть, что-то еще очень важное, что сейчас в раскладе не прозвучало. Опять же, если все, что я говорю, вам кажется полнейшим бредом, совершенно нелогичным и никак не клеющийся к вашей действительности, то, значит, просто не ваша информация. Итак, кто в чем хочет тебе сейчас признаться? Ну, а еще есть какое-то признание в любви. Подсказка такая, с неким человеком у вас сейчас в буквальном смысле конфетно-букетный период. Может быть, если вы во всех этих ситуациях себя не нашли, а напротив, у вас сейчас совершенно такая теплая, солнечная, радостная полоса жизни, и вы имеете какое-то новое знакомство. Вот этот человек, если он еще не вербализировал ваш адрес слова любви, но вы понимаете, что он к этому склонен, и к своим поведениям, он это демонстрирует, то считайте, что это признание сейчас в виде этой карты вы получили. Это человек, который вас очень ценит, человек, который к вам очень привязан, человек, который испытывает чувство принятия. Понятное дело, что в начале отношений все слегка гиперболизировано позитивно, но тем не менее, это человек, который испытывает очень сильные чувства и хочет вам передать это сообщение о своей искренней любви и заинтересованности в вас. Надеюсь, вы понимаете, о ком идет речь. Итак, ну что ж, мои любимые, вот такой сегодня получился затейливый очень нарративный расклад на тему кто хочет тебе признаться и в чем. Поделитесь своими впечатлениями с большим интересом, прочитая вашу обратную связь. Если чего-то не хватает в общих раскладах, обращайтесь за личными консультациями. Все мои координаты указаны в описании под каждым видео. Благодарю вас, друзья, сердечно за финансовую поддержку моего канала. Донат абсолютно любого размера вы можете отправить по координатам, которые указаны в описании под этим видео. Спасибо вам за вдумчивые, теплые комментарии, за оформление подписки. Благодарю, что вы нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад. Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова